Привет, друзья, и добро пожаловать! Очень рада, что зашли ко мне сегодня, что-то давненько мы с вами не виделись, и поэтому сегодняшнее видео будет очередным выпуском парфюмерного сериала. Расскажу вам о новеньком аромате от одной из моих любимых марок, Ботега Винетта, потрясающе летним, а тут как раз, говорят, лето наступило. Короче, если вы человек в парфюмерию всячески влюбленный и вообще увлекающийся, то оставайтесь, думаю, будет интересно. Заполучила я несколько пробников этого парфюма, вот, кстати говоря, даже миниатюрку тоже заполучила. Всё очень банально, в подарок за покупку гигантского мужского чёрного аромата от Ботега Винетта, который я тоже, кстати, покупала в подарок. И этот называется Essence Aromatic. Я думаю, что я достаточно достоверно прочитываю, но в случае чего, конечно же, поправьте меня. И я абсолютно очарована и околдована, на самом деле уже даже не очень-то этому удивлена. Сейчас давайте вместе с вами почитаем, что во всём этом глаголит фрагрантика, и чуть позже расскажу вам о своих личных субъективных переживаниях от этого парфюма. Но я не устаю повторять, очень жаль, что моя фототехника и ваши мониторы-колонки не передают ароматы парфюмов. Надеюсь, что это видео вы смотрите исключительно в ознакомительном порядке. Итак, аромат можно рассматривать как унисекс, ориентированный на поклонников традиционных оде-колон, говорит нам фрагрантик, и я на самом деле не очень согласна с этим утверждением. Давайте чуть позже расскажу вам почему. Это высококачественная, вот слово хорошее, высококачественная, невероятно свежая композиция с цветочными и анималистическими акцентами. Здесь я так полагаю, что имеются в виду нотки как бы животного происхождения, типа амбры и мускуса. Освежающие начальные ноты, бергамота и кориандра постепенно сменяются белой розой и анималистическими аккордами в сопровождении бобов тонкой и ванили, это значит сердце. Теплая и элегантная древесная база включает пачули и сандал. Флакон нового издания имеет такую же форму, как у его предшественников. Аромат доступен в объемах 50, 90 и 200 мл концентрации оде-колон, как я уже сказала. И если вам интересно, то по моим личным наблюдениям 50 мл этого парфюма в Москве стоит около 6 тысяч рублей. Там еще плюс-минус, да, туда-сюда немножко. Ну а 200 мл это, конечно же, для больших фанатов. Что касается утверждения о том, что этот аромат ориентирован на любителей классических оде-колон, оде-колон как таковых. Я не очень согласна, хотя я, в принципе, понимаю, о чем здесь автор говорит, но это не банальный аромат-оде-колон. Бата-Гвинета, как и всегда, отошла на порядочное расстояние от классических лекал, хотя я не могу отказаться от утверждения, что этот аромат классический все-таки. Тем не менее, если вы его еще не слушали, я не хотела бы, чтобы вы представляли его таким шипровым оде-колоном из Советского Союза. Он действительно шипровый при нанесении. И первое, я думаю, 15-20 секунд, но реально через полминутки после нанесения на кожу он, я думаю, правильно слово будет, запудривается. Он очень дымным становится и как бы поднимается на небольшое расстояние над кожей. И я действительно думаю, что он куда более интересно от девушек звучит. Слушала я его на мужской коже. Мне кажется, что на девушках он более занимательный, но опять же дело хозяйское, и мы с вами все разные. Он очень интимный, очень нательный и какое там было правильное слово-то? Чувственный. Мне кажется, поэтому здорово подойдет для романтических встреч и вообще всяких разных свиданий, таких моментов, когда вы рискуете оказаться в чьих-то объятиях. Но, кроме того, по этой же причине подойдет он классно для разных рабочих визитов. И вообще для того, чтобы носить его в будни, я так полагаю, что по протоколу и вообще согласно здравому смыслу на работу мы не станем надевать с вами ароматы слишком сладкие, слишком яркие, слишком кричащие. Этот будет лежать на вас, не будет раздражать окружающих, так как на расстоянии метра он не слышен уже совсем совершенно, если, конечно же, к вам никто не захочет пообниматься, подойти. Но при этом вы будете уверенно себя чувствовать, будете настроены на нужный лад, если этот парфюм настраивает вас на нужный лад. Если говорить о нотках, которые я в нем явно различаю, как всегда этот очень тонкий ботеговский кожаный лейтмотив, это как раз то, за что я эти все ароматы люблю, здесь он украшен. Свежий с зелеными, наверное, аккордами, можно так сказать, я думаю, банально, потому что вообще он простой очень, и притворяться с ним не нужно. Я такие ароматы время от времени обожаю, на лето мне кажется просто большего и не нужно, и мне представляется сразу юг Франции, луга-луга, и бежать хочется навстречу ветру, навстречу солнцу, и косу хочется заплести. И в этом отношении потрясающий он, и я хочу сказать, что я осталась в очередной раз довольна, хотя немножко неожиданно для меня было, что их следующее женское творение будет именно таким. Но, в общем, все логично, их первый женский аромат я считаю все-таки вечерним, второй, который называется, по-моему, All Leisure, здорово подходит для того, чтобы надевать его днем, но все-таки в холодное время года. Этот, я уверена, что можно носить на себе до 20, может быть, даже 25 градусов тепла, и совершенно безо всяких проблем. Возможно, для вас окажется небольшой проблемой то, что он не очень стойкий, реально через 3 часа он слетает с кожи, но, опять, дело хозяйское, для кого-то это играет ключевую роль, для меня не играет совершенно. Мой must-have, конечно же, планирую его купить в ближайшее время, и вам всем рекомендую послушать, если его найдете. И, друзья, большое спасибо, что вы были со мной сегодня, обязательно расскажите мне, может быть, вы тоже влюбились в какой-то аромат в конце весны или в начале этого лета, мне будет очень интересно, а я вас всех люблю, всех целую, и до новых встреч, пока!